Ребят, всем привет, с вами Джембо Макс и в этом видео я вам расскажу про проблему, которая произошла с моим геймпадом. Я не знаю, почему у меня с Хуаном, с Аксуарами его что-то происходит, но видимо такова судьба. В общем, играл я в RDR, никого не трогал, как обнаружил, что у меня камера просто идёт вверх. Сначала я вообще не понял, что произошло, но в голове у меня сразу прикинулось два варианта. Либо что-то с игрой, либо что-то с геймпадом. Но после 15 минут игры я всё-таки пришёл к выводу, что видимо механизму стика пришёл конец, так как проблем возникало снова и снова. Я, конечно же, расстроился, потому что это был мой самый новый геймпад, ну из всех, которых у меня были. Да вообще очень обидно, когда ты к геймпадам относишься нормально, там не бросаешь их, они у тебя ни разу не падали, а потом они у тебя просто бах и ломаются. Несмотря на дискомфорт, я всё равно продолжил играть на этом геймпаде, так как проблема случалась почему-то периодами. То есть камера двигалась вверх временными отрезками. Минут камера нормально ведёт себя и поехала. Пять минут и поехала и так далее. Мне это показалось немножко странным, поскольку если ломается механизм стика, то он должен по сути вверх идти всегда. Да, у меня ломался уже стик на другом геймпаде и я знаю, как это бывает. В итоге спустя ещё один день я заметил кое-какую фигню. Абсолютно все стики и крестовины начали каким-то образом бредово себя вести. И нажимаешь на крестовину или на стик один раз вверх, или там вбок, назад, вперёд, неважно, то он нажимает тебе целых два раза, при условии, что ты нажал всего лишь один раз. Это касалось и стиков, и крестовины. И только в дашборде. Первая мысль, которая мне пришла в голову, это чё, у меня вообще полностью геймпад навернулся? Ну не может быть, это бред! При условии, что он не падал, я нормально к нему относился, ну вот чё за бред? Полностью, понимаете? И стики, и крестовины просто в один день начали тупить. Первым делом я подключил другой геймпад к этой консоли, и было всё нормально. Если что, я играл на S. После же я сломанный геймпад подключил на другую консоль, и ситуация в принципе не изменилась. Так я понял, что проблема именно в геймпаде, так как остальные консоли, остальные геймпады работают нормально. Мне в мысль пришла лишь одна идея, что я поймал какой-то баг. Ну не может быть такого, чтобы крестовины и стики тупили только в дашборде, потому что в играх они ведут себя нормально. Ну, за исключением стика, который просто ведёт вверх. Короче, у меня оставалась последняя надежда обновить геймпад, и, к сожалению, она не сработала. У меня данная фигня почему-то пропадает лишь после нового обновления Xbox One. 5 минут после обновления геймпад работает нормально, после же начинает опять тупить. Самый прикол, вот на чём я акцентирую ваше внимание, это то, что геймпад в играх работает нормально. Там один раз нажимаешь на стик, он один раз нажимает в игре. А в дашборде он почему-то тупит. Когда ты меняешь разделы и лазишь по меню, он почему-то вместо одного раза положенного, да, нажал один раз, он нажимает целых два, а то и три. То есть перескакивает через одну область. И тупо бред. К сожалению, я перепробовал абсолютно всё. Я менял батарейки, я менял шнуры, я, блин, вставлял аккумуляторы, я обновлял геймпад вообще. Вот ему ничего не помогает. И я вообще не понимаю, что с геймпадом вообще произошло. Вот какая-то такая фигня, ребят. По-моему, одна из немногих проблем, которых я вообще не знаю, как с ней бороться, и что это вообще, и почему она вообще произошла. Поэтому, ребят, если вы сталкивались с такой проблемой и знаете, как решить, то напишите об этом в комментариях. Потому что я вообще сейчас не знаю, что это такое. Большое спасибо за просмотр, ребят, и до новых встреч. Берегите свои геймпады. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!